Любые товары из американского Apple Store с быстрой, удобной и выгодной доставкой только через бандерольку. Ссылка в описании. Всем привет, с вами AppleTem, и в этом эпизоде мы посмотрим на приложение PhotoZine. Довольно-таки необычная программа, которая в интерактивной форме позволит вам научиться основам фотографии прямиком на вашем iPhone. Итак, ребят, давайте перейдем в программу, и главная фишка приложения это фотоквесты. Это очень простые задания на разные фотонавыки или просто для развлечения. К слову, здесь около 150 квестов, они все на разную тематику, и будет определенно еще выбрать. Например, давайте остановимся на квесте композиция. Здесь мы с вами можем увидеть подробное задание, то есть это те правила, которые нам помогут сделать фотографию более правильной. Соответственно, это все дело мы можем прочитать и также посмотреть примеры. Примеры специально подобраны, чтобы люди лучше понимали, как сделать фото. Задание мне понятно, примеры наглядные, и пришло время приступить к выполнению этого задания. Нажимаем на «Сделать снимок», и теперь, так как я этот обзор снимаю дома, я сфотографирую свой Mac. Горизонт вроде не завален, ничего, кадр на пополам недели, то есть давайте это все дело сфоткаем, как и написано в задании. Нажимаем на кнопку «Готово», и в этом окне мы с вами можем сделать дополнительные возможности для нашей фотографии, поделиться этой фотографией с друзьями, добавить теги, описания. Если нас все устраивает, нажимаем на кнопочку «Готово», и далее пользователи данного приложения смогут оценить мою фотографию. Пока по заданию квеста я делаю еще одну фотографию, скажу, что оценки здесь максимально объективные. Все дело в том, что оценки производятся анонимно, то есть человек нигде не светится, и может поставить совершенно любую оценку. Но, соответственно, вам приятно, когда эта оценка положительная. Чтобы пройти этот квест до конца, теперь я должен оценить фотографии других пользователей приложения. Вот эти фото, и мы с вами можем их расшавить в наши социальные сети, откомментировать, ну и, соответственно, ставить оценку. Фотографии будут абсолютно разные, будут появляться как плохие, так и хорошие фото. Но это ничего страшного, фотографий очень много, и мы с вами учимся на наших ошибках, и, соответственно, оценки нам это помогают делать. Потому что, если оценка хорошая, значит, людям нравится то, что мы фотографируем. Если оценка плохая, то, соответственно, есть над чем поработать. К выполнению квеста я вернусь чуть позже, и пока что расскажу вам о боковом меню. Здесь вы можете найти вкладку «Прокачать свои навыки», то есть здесь вы найдете квест от каких-то компаний, от людей, которые что-то понимают в фотографиях. И это квесты на различные навыки, то есть ракурс, свет, портрет, автопортрет, фото, натюрнорд, перзажи и прочее. То есть здесь это все есть, и это поможет вам потренироваться. Также вы можете оценивать фотографии других пользователей. Фото, как я уже говорил, очень много, как и пользователей данного приложения. То есть будет на что посмотреть и что оценить. Имеется вкладка «Вдохновиться», то есть здесь находятся лучшие фотографии от пользователей данного приложения. Согласитесь, фото очень крутые. Ну и, соответственно, здесь вы также их можете откомментировать, поставить оценку и расшарить свои социальные сети. Ну и последнее – это ваш профиль. Здесь вы можете просмотреть свой профиль и оценить ваш прогресс. Сюда попадают все оценки ваших фотографий, также все ваши пройденные квесты и прочее. Видим, что мою фотографию оценили. Я могу посмотреть, что это за фото и просмотреть, какая что у меня стоит оценка. Ну что же, ребят, на этом можем закончить. В приложении очень много квестов, они как бесплатные, так и платные. Но если вы оформите подписку, то вам будут доступны абсолютно все квесты. Приложение называется «Фото Зин». Ссылку вы найдете в описании к этому видео, оно бесплатное в App Store. А на этом все, ребят, с вами была Полтема. Если тут впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока.